Уважаемые коллеги, всегда количество юристов, которые присутствуют и выступают на форуме с момента его основания, сокращается буквально до минимума. Но, тем не менее, никогда не нужно придумывать вступительные какие-то слова, они всегда следуют из выступлений предыдущих докладчиков. В данном случае я напомню два тезиса. Первый из них моего коллеги Алексея Сабанова о том, что когда делают нормативные акты, то слушают исключительно юристов, а экспертов технических не слушают вообще. Я бы сказала приблизительно обратное. То есть мы, представители юридической профессии, постоянно сетуем на то, что при разработке нормативно-правовых актов, касающихся электронного взаимодействия, подписи, всего остального слушают кого-то, кого угодно, только не юристов. И второй момент связан с тезисом о том, что как у нас регулирование, это вот господин Баранова, может быть, я не точно повторю о том, что либо совсем непонятно о чем-то говорится, а лучше не говорить вообще для того, чтобы оставить свободу действий. Ну, это вольное изложение. Значит, доклад посвящен вопросу, который редко, к сожалению, в этой аудитории становится предметом обсуждения, вот фокуса, внимания. Это вопрос ответственности. Коллеги, да, я не собираюсь, конечно, погружать аудиторию в унылую юриспруденцию, потому что вопрос юридической ответственности действительно исключительно юридический. Но все-таки хочу сказать, вот сегодня уже по первоначальным итогам выступлений будут следующие выступления, следующие дней, понятно, что мы много чего наворотили. Ну, в хорошем смысле, в хорошем смысле, значит, а будет сделано еще больше. И в конце концов вообще приходит на ум вопрос, а кто, за что и в каком объеме должен отвечать? А вот сейчас Наталья Александровна выразила свои сомнения относительно разных конструкций. Я позволю себе выразить собственное мнение, исключительно собственное мнение, относительно конструкции юридической ответственности. Ведь вот когда мы говорим о правоприменительной практике, в том числе и о судебной практике, конечно, юридическая ответственность является одним из центральных моментов. Значит, повторю то, что говорила год назад о том, что вот все эти бури и шекспировские страсти, которые в профессиональной среде, в том числе, возникают, они оказываются на поверхности, на самом деле, очень неосознаваемые, ну, может быть, за исключением бизнес-сообщества, о котором говорил Елена Токаченко. Например, мой многолетний соавтор, судья, судья Московского арбитражного суда, в общем, он ничего не подозревает о том, что происходит, хотя сам имеет усиленно квалифицированную электронную подпись. Вот. Значит, ну, вернемся к ответственности. Значит, почему, собственно, ответственность у меня заявлена как прогнозируемая? Да просто потому, что если мы посмотрим на закон об электронной подписи, в его и до такой значительной трансформации, и в трансформированном виде, и в виде трансформации перманентной подвергается, мы обнаружим, что вообще-то полноценных конструкций юридической ответственности как не было в первоначальном варианте, ну, и в продолжающемся варианте, так и вот в условиях реформы, действительно, реформы законодательства, они созданы не были. Причем было создано много другого, как мы вот сегодня видим, сомнительного или менее сомнительного. Ну, например, у нас возникают новые субъекты, как доверенная третья сторона, к примеру, но не только она. У нас возникают новые юридические отношения, например, ну вот хранение, там вот облачная электронная подпись. Но при этом нет конструкций, которые говорили бы о чистой юридической ответственности ни намекам, ни отсылок и так далее. Самая известная конструкция ответственности, которая существует в законе, имеет, вот объявлено, что какие применимые конструкции. Так вот, самая применимая юридическая конструкция – это старое доброе в соответствии, значит, несут ответственность в соответствии с действующим гражданским, административным, уголовным и так далее законодательством. Даже то, что явно обозначено в законе, тем не менее имеет отсылочный, преимущественно отсылочный характер. Самое… мне на самом деле вот на сегодняшнем форуме очень понравилась ее аналитическая направленность. Это понятно, потому что сейчас определенный период безвремени, и хорошая аналитика является показателем того, к чему надо в конце концов двигаться. Вот я провела тоже небольшую аналитическую, совсем небольшую аналитическую работу и обнаружила, что в нынешнем, ну, скажем, в законе 22-го, будем называть его 22-го года, существует у нас более 45 положений, которые говорят об обязанностях в разном смысле, либо в прямом назначении обязанности, либо в долженствовании, либо следует. Даже у нас есть обязанность, которая через отрицание. Это когда недопустимо, там, непризнание, ну, я в общем, непризнание усиленной квалифицированной электронной подписи, тем не менее, это тоже юридическая обязанность. И всего лишь 12 конструкций, которые связаны с юридической ответственностью. Причем в эти 12 конструкций входят как прямые положения об ответственности, пусть даже отсылочного характера, скажем, вот у нас ответственность удостоверяющего центра. Так и то, что я бы назвала косвенным упоминанием о том, что эта ответственность может существовать. Ну, мы все знаем, что речь идет о требованиям к финансовому обеспечению, потому что это финансовое обеспечение, оно относится к чему? К гражданской правовой ответственности. И, значит, к легке, я бы сказала, полнамек на ответственности кое-какую категорию, связанную, значит, с ответственностью за ущерб, вот в связи с использованием той самой облачной электронной подписи. Значит, вот я позволю себе, значит, указать вообще, какие субъекты являются субъектами ответственности в законе 22, я его буду называть ФЗ об электронной подписи 22, имея в виду уже вот будущую редакцию. Значит, это у нас удостоверяется, обратите внимание, что здесь, естественно, не все полномочия, не все, а просто примеры, иначе эти тезисы были бы бесконечными. Это просто, речь идет о том, что такие позиции в законе существуют, пусть они не кажутся вам не самыми главными, это просто пример. Значит, удостоверяющий центр много очень, обязанности информировать и так далее, и так далее. Появилась обязанность доверенного, субъектом является доверенное лицо, ну, скажем, вот идентифицировать заявителя. Аккредитованный удостоверяющий центр, я даже не стала приводить примеры его обязанностей, потому что они колоссальны, все их вы знаете, они перечипы, назвала только статьи 15 и 18, потому что они идут путем бесконечного перечисления, и обязанностей этих очень много. Наконец, владелец квалифицированного сертификата у нас есть, он тоже обозначен как субъект обязанности, видите, он обязан там обеспечивать конфиденциальность, если она нарушена, то обращаться для прекращения действия и так далее. Но это не все субъекты, у нас есть субъект, второй еще цикл субъектов, доверенная третья сторона, новый субъект, который появился, и он тоже, значит, несет обязанности, предусмотренные в законе. Это то же самое, я считаю, что лучше указать, конечно, стадию, потому что здесь небольшие примеры. У нас есть уполномоченный федеральный орган, обязанности которого колоссальны, но в законе они, кстати, упоминаются, но его обязанности выходят далеко за пределы закона и даже варианта 22. Наконец, у нас есть участник электронного взаимодействия, который использует усиленную электронную подпись, то же самое он делает. Ну и даже есть обязанности, которые вменяются в лицо создающему или использующему ключ простой электронной подписи, правда, эти обязанности формулируются через необходимость указывать эти обязанности в специальном документе. Как видите, субъектов очень много, и еще раз могу повторить, что вообще самих позиций об обязанностях больше 45. Есть у нас, конечно, такой масштабный закон не обходится и без неких позиций ответственности, которые в нем напрямую сформулированы. Правда, это очень мало. Вот смотрите, у нас удостоверяющий центр, есть позиции об ответственности удостоверяющего центра. Значит, за что он несет ответственность? За вред в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств из договора и обязанностей, предусмотренных иных, значит, предусмотренных законом. У нас обозначена, правда, я бы сказала, пунктирно ответственность аккредитованного удостоверяющего центра, его работника, доверенного лица и их работников. Значит, что это за ответственность? Указываются виды гражданско-правовая, административная, уголовная, за, значит, неисполнение обязанностей и иными, но вы посмотрите, чтобы я это не читала. Значит, возникают проблемы. Так все-таки гражданско-правовой, если удостоверяющий центр несет гражданско-правовую ответственность, ну, я так понимаю, в общем порядке, ответственность за вред и так далее, то вот, например, аккредитованный удостоверяющий центр обозначен как несущая ответственность гражданско-правовую за неисполнение своих обязанностей. Вообще в гражданском праве нет такой позиции, которая заставляла бы удостоверяющий центр нести обязанности, предусмотренные, например, законом. Поэтому как он будет нести гражданско-правовую ответственность за неисполнение этих обязанностей, неизвестно. Вот за вред он будет нести, а вот просто за неисполнение своих обязанностей, причем как несется ответственность за вред, вообще-то это вред, исчисляется, считается, и, собственно, какой объем ответственности? Это объем возмещения ущерба за вред нанесенный и так далее. А вот как можно читать за неисполнение обязанностей, если при этом никакого явно насчитанного вреда удостоверяющий центр, просто за сам факт неисполнения или неисполнение позиций закона гражданско-правовой ответственности вообще не предусмотрено. Значит, ну иные нормативно-правовые акции, конечно, могут это принести, и, значит, порядок реализации функций тоже гражданско-правовой ответственности вообще-то отношения не имеет. Ну, может быть, если этот порядок каким-то образом является частью договорной конструкции и так далее. Значит, доверенная третья сторона у нас появилась, и у нее обозначена ответственность. Обозначена она, вот есть такое понятие, ну, в этой аудитории, наверное, оно тоже хорошо известно, больше оно известно в связанных с финансовыми фондами и рынками, да, emerging markets. Вот я бы сказала, что это emerging liability, потому что, то есть, это такая непонятная возникающая ответственность. Какая? Он несет гражданско-правовую или административную ответственность в соответствии с международными договорами, законодательством Российской Федерации за неисполнение обязанностей, установленных федеральным законом, о котором мы говорим, и иными подзаконными, а также за нарушение порядка реализации функций. Ну, начнем с того, что международным договором Российской Федерации, который еще можно привязать к доверенной третьей стороне, является закон о союзе. Ну, естественно, никакой подобной ответственности ни сам закон о союзе, ни приложений их там много не предусматривают. Ну, возможно, речь идет о каких-то будущих международных договорах. Значит, дальше. Гражданско-правовую. А за что? За неисполнение тех же самых обязанностей? Еще раз скажу, нет в Гражданском кодексе. Ее очень трудно определить вот по этому самому тексту, какую же гражданско-правовую ответственность будет нести третья доверенная сторона за неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законом. Может, какой-то законодательной нет такой ответственности. Но, может быть, если опять же она будет трансформироваться в какую-то договорную позицию, и тогда будет речь идти о нарушении договорных обязательств, причем если доверенная третья сторона будет коммерческой организацией, а там, значит, речь идет об ответственности коммерческой организации только за неисполнение своих обязательств. То есть вот она будет трансформироваться в очень сложную гражданско-правовую конструкцию. Но, наверное, это возможно, если поработать над этим. Ну и административную ответственность. Значит, дальше мы смотрим. Вот вопрос административной ответственности я бы хотела выделить особо. Тем самым, в тех самых применяемых конструкциях. Значит, о гражданско-правовой ответственности я сказала, наиболее реальной это ответственность за вред. Значит, еще несколько более сложная, но теоретически возможная, это когда она трансформируется в гражданско-правовые конструкции. Вот, ну как у нас любая, значит, свобода усмотрения действий, заключения договора и так далее, лучше всего результируется в нечто административное. Вот и здесь могу сказать, что, значит, наиболее проработана в законодательстве как раз административная ответственность. Ну, хотя бы просто потому, что она упоминается в законе. И есть специальные положения кодекса об административных правонарушениях, и они довольно, там, этому посвящена особая статья. Но статья это достаточно обширная, и разные, значит, действия, которые связаны с нарушением функций и неисполнением функций удостоверяющего центра, там перечислены. Ну, статья это 13.33, и называется она «Нарушение обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области электронной подписи». Ну, например, вот это просто пример, их там вообще без счету, просто пример того, как формулируется норма кодекса об административных правонарушениях. Выдача аккредитованному удостоверяющих центров квалифицированного сертификата, да, содержащий заведомо недостоверную информацию, и вот санкции, да, административный штраф. Есть целая система, наверное, о ней будут говорить нормативно-правовых актов, которые связаны с проверкой подтверждения и так далее, для того, чтобы можно было реализовать это положение кодекса. Значит, что у нас, когда граждан говорил за убытки, да, причиненные третьим лицам вследствие их доверия информации к электронной подписи, которая, значит, выдана аккредитованным удостоверяющим центром. Эта ответственность, кстати, выводится из финансовых обязательств. Мы об этом уже говорили, да, и за убытки, причиненные в случае. Значит, есть одна позиция, которая вообще роднит, я бы сказала, всего одна позиция в ответственности, причем косвенная, роднит наш закон об электронной подписи с европейским регулированием. Значит, речь идет вот о чем, о том, что удостоверяющий центр, аккредитованный, отвечает за убытки в случае компрометации или несанкционированного использования ключей электронной подписи, хранение которых осуществляет аккредитованный удостоверяющий центр по получению их владельцев, за исключением случая наличия вины владельца квалифицированного сертификата. У нас есть особая проблема, которая связана с наличием вины. И закончу я, там у меня есть еще один, значит, начну я вот с чего, проблемы, какие есть. Вообще есть масса позиций, по которым нет никакой ответственности в принципе. Ну, например, ответственность участника электронного взаимодействия вот за все то, что он должен сделать, но не делает. Там объявить о компрометации ключей и так далее, и так далее. Что будет, если он не сделает? Ничего. Значит, вопрос вины. Вопрос вины, это мы все-таки говорим, а какую ответственность? Об ответственности за вину в форме умысла или неосторожности, или обезвиновной ответственности автоматической, только за нарушение какое-либо обязательство, что Гражданский кодекс, например, Российской Федерации устанавливает для субъекта предпринимательской деятельности. Вопрос интересный, особенно для удостоверяющих центров, которые являются субъектами предпринимательской деятельности. Значит, вопрос о бременедоказывании. И интересная, значит, координация с зарубежным опытом конструирования ответственности и бременедоказывания. Завершить свой доклад об этой вообще сугубо юридической, но очень важной проблеме. Я хочу примером из европейского регулирования, которое, на мой взгляд, довольно удачно решает вопрос вины применительно к аккредитованным и неаккредитованным, ну, доверенным третьим сторонам, потому что там удостоверяющий центр, тоже доверенная третья сторона. Значит, смотрите, правовой режим ответственности в данном случае, чисто юридическая ответственность, зависит от того, является ли поставщик доверенных услуг квалифицированным или нет. Значит, если поставщики доверенных услуг являются, значит, неквалифицированными, они тоже несут ответственность за ущерб, который причинен умышленно или по неосторожности любому физическому или юридическому лицу в результате неисполнения обязательств. Значит, третьей доверенной стороны. Но по-разному в данном случае решается вопрос о бремени доказывания отсутствия или наличия вины применительно к, назову их условно, аккредитованному и неаккредитованной и неаккредитованной третьей доверенной стороне. Она там, ну, квалифицированной или неквалифицированной. Если речь идет о том, что поставщик доверенных услуг является неквалифицированным, то бремя доказывания лежит на лице, который хочет, чтобы он ему возместил ущерб. Если поставщик доверенных услуг является квалифицированным, то есть он доказал все то, что надо было доказать, и он признан государственным квалифицированием, то он автоматически считается подлежащим возмещению ущерба, если не докажет иное. То есть если в первом случае бремя доказывания лежит на клиенте, который хочет возмещение ущерба, то во втором случае бремя доказывания обратного лежит на самом поставщике доверенных услуг. И я считаю, что это было бы очень неплохо внести в наш многострадальный закон об электронной подписи, которая не столько работает, сколько подвергается изменениям. Спасибо. Спасибо. Коллеги, я первая. У меня вопрос не не Ивановне, который мне поручили. И он опять про МЧД, будь она неладна. Я сразу извиняюсь, если термины будут какие-то не те, я не юрист, я технарь. Вопрос следующего. В СТРФЗ не учли еще один сценарий. Это то, что полномочия могут предоставляться не на основании доверенности, а на основании, допустим, каких-то иных документов. Ну, самый яркий пример – кадровые документы на основании даже каких-то должностных обязанностей. Ну да. Да. Вот смотрите, что будет, если у нас электронный документ, он подписан электронной подписью, но к нему не приложены МЧД, по сути, полномочия делегируются на основании бумажного документа. И возникает трудовой спор. И, допустим, это приказ об увольнении. Сотрудник говорит, вот, приходит в суд, говорит, мне не предоставили МЧД, но ему предоставили бумажный документ. Как на это посмотрит суд? Он сочтет такой документ юридически значимым, незначимым. И вообще, как он будет эту историю трактовать? Ой, я могу сказать, поскольку я много работаю с своим коллегой, в суде арбитрированного суда, они не очень могут принимать участие в коммерческих мероприятиях. Значит, во-первых, суд будет рассматривать все. На мой взгляд, я не могу, и суд, как известно, свободен в вынесении своего решения. Будет ли все о том, что вы говорите, приниматься в качестве доказательств? Будет. И бумажные документы, и электронные, и все остальные вещи. Вот если спросить, я не судья, конечно, если спросить меня, я считаю, что все эти документы действительны. И от того, что электронное взаимодействие происходит с участием документа бумажного, юридический смысл не меняет. То есть, на мой взгляд, все действительно будет. Ну, это на мой взгляд. А суд будет рассматривать все обстоятельства дела. Спасибо большое. У нас есть время на вопросы? Я могу сказать, у меня был такой интересный... Погубим, погубим, погубим мероприятие. У меня был такой интересный, значит, опыт, свой собственный, когда пришлось делать электронную торговую площадку, ее, ну, естественно, не саму площадку, юридическое обеспечение, единственное. И поскольку речь шла о торговле нефтепродуктами, там, значит, была, был, не буду компанию называть, очень известная, вот, значит, там был такой момент, когда надо было подпись очень высокого лица, одного из вица, получать на торговлю квотами. Квота выставлялась на торговлю, но для, значит, можно было, нужно было получить подпись. Значит, это высокое лицо сказал, я ничего такого вот электронного в вашем виде не видела, не видеть и видеть не хочу. И мы придумали целую юридическую конструкцию для разрыва цепи, когда все происходило в электронном виде, но, тем не менее, цепочка разрывалась, человек бежал с бумагой к нему, подписывал, было доверенное лицо, которое это вносил, и цепочка шла заново. Так что и все это принималось в качестве доказательства. У меня вопрос достаточно короткий, но предисловие большое. Я удивляюсь вот на высоко квалифицированных юристов класса Нины Иванова Соловьян, которые вот так вот очень аккуратненько проходят сквозь закон, и все вот очень, ну скажем, тонко. Известно было, что всегда была большая разница между ответственностью коммерческих УЦ и государственных УЦ в части, допустим, неправильной записи, неправильного оформления сертификата, ключа проверки электронной подписи. Эта конструкция, она осталась. Вы ее очень внимательно обошли. Вот с точки зрения многих технических специалистов и моего личного, у нас доверие к электронным документам с подписью, оно падает. Потихонечку, но подраздает, продолжает падать. И это падение сохраняется. Вот скажите, пожалуйста, как вы это оцениваете, как с юридической точки зрения? Вы провели достаточно глубокий анализ, да? И второе, не кажется ли вам, что успехи, тем не менее достигнутые в России, есть теория мирового заговора, что вот это как раз то самое нивелирование наших успехов? Это вот два вопроса в одном. Насчет мирового заговора, это как-то круто. Я думаю, да. Насчет мирового заговора, можно я как-то мировой заговора завтра отвечу? У нас еще есть. У нас еще есть. Нет, во-первых, как всегда. Да, как всегда, я должна после банкета выступать второй раз. Все 20 лет. Все 20 лет. Юрий с пруденцией сразу после банкета. Вот. Ну, 20 лет подряд. Вот. Но я позволю себе, значит, обдумать насчет мирового заговора за завтрашнего дня. А насчет того, что, да, снижается. Снижается, потому что, ну, я выражу свое мнение, конечно. Ну, просто потому что любая унификация, она упрощает какой-то момент. И в связи с этим упрощением, ну, как бы теряется внимание, теряется доверенность и так далее. Я считаю, что оно и так будет, и будет снижаться. Потому что, когда разбирается каждый сюжет отдельный, он произвольный, то доверия больше. Спасибо огромное. Спасибо.